На Псалом 101. Молитва страждущего, когда он унывает и изливает пред Господом печаль свою. Господи, услышь молитву мою и вопль мой, да придет к Тебе. Этот Псалом заключает в себе пророчество о бедствиях иудейского народа в Вавилоне и о возвращении его оттуда. И в то же время он предрекает и призвание язычников, и их спасение. Он также пригоден и для всякого человека, подавленного каким-либо несчастьем и умоляющего о божественной помощи. Нищен здесь называется тот, кто нуждается в божественном попечении. Его можно сравнить с ублажаемым в словах блаженный нищий духом. Конечно, всякий преданный Богу, будучи беден в житейских вещах, но богат перед Богом, удручается скорбью или унывает по Симаху при виде пророков и погибели многих. Так было, например, с тем, который говорил, «О горе мне душа, ибо погиб благочестивый от земли, и нет исправляющего в человеках» – Мессия 7.2. И с тем, что сказал, «Не делай еще добро, Господи, услышь молитву мою, и вопль мой да придет к Тебе». Молитва означает обращение к Богу и призыв на помощь, а вопль – просьбу о том, что сам нуждающийся желает получить себе. Значит, он говорит, «Я преподаю к Тебе, владыка, прими мою молитву и протяни руку мне, просящему Твоей помощи». Вопль – значит, плачь, «Не скрывай лица Твоего от меня». Бог отвращает лицо свое от некоторых, измолящихся Ему по многим причинам. Или когда просят не того, что Богу было бы прилично дать, а им полезно получить. Или когда и полезного просят, но неблаговременно было бы получить им то, что Бог находит нужным дать. А бывает и так, что просят о том, что служат ко греху. Но святой, обращаясь к Богу с молитвой, говорит, «Я и не буду просить Тебя о том, что заставило бы Тебя отвратить от меня лицо. Я молюсь не о том, чтобы не терпеть скорбей. Это и невозможно. Но о том, чтобы скорби не подавили меня и чтобы мне дана была в утешение надежда. Тогда я, перенося скорби, буду даже хвалиться ими. «В день скорби моей преклони ко мне ухо Твое, в день, когда воззову к Тебе, скоро услышь меня». Эти слова псалма указывают на то, что он составляет пророчество о будущем, а не изображение прошедшего. Так как в царствовании божественного Давида народ еврейский пользовался великим благоденцием и славой, то при наличности их пророк с полным правом возносит мольбу и просит о божественном заступлении на будущее время, как только представится к тому случай. «Ибо исчезли, как дым, дни мои, и кости мои обожжены, как головня». Здесь по свойственному ему обычаю он представляет будущее несчастья, как бы уже наступившее, и говорит, что время жизни его, подобно дыму, прошло без пользы, и тело его иссохло, как бы опаленное действием огня. Кости мои сделали с хрупкими, как обожженные. Сердце мое поражено и иссохло, как трава, так что я забываю есть хлеб мой. Подобно сено я завял и утратил свой прежний цвет. От голоса стинания моего кости мои прильпнули к плоти моей. Я утратил охоту к всякой пище и совершенно лишился прежнего благополучия. От скорби тело мое истощено и изнурено, так что кожа у меня облегает голые кости. Я уподобился пеликану в пустыне, я стал как филин на разваленных. Не сплю и сижу, как одинокая птица на кровле. Посредством многих сравнений он старается полнее изобразить несчастье. Выбором каждой из упомянутых птиц он указывает на робость и отсутствие заступника. Потому что и воробеет страха лишается сна, и ночной ворон, избегая обитаемых домов, держится в пустых и заброшенных мест. Так и остальные птицы живут в пустых местах. Всякий день поносят меня враги мои и злобствующие на меня, клянут мною. Я сделался посмешищем для врагов моих, и теперь я служу клятвой для тех, которые некогда завидовали мне и удивлялись. Теперь они клянутся моими несчастьями, да не потерплю я того, что потерпел такой-то. Я ем пепел, как хлеб, и питье мое растворяю слезами. Так говорил он и в 79-м псалме. Напитаешь нас хлебом слезным и напоил нас слезами в меру. Этим он обозначает чрезмерность скорби, потому что если уж во время вкушения пищи он был подавлен горем, то едва ли был свободен от него в другое время. Этими, говорит, бедствиями я объят, потому что ты, владыка, обратил против меня гнев твой. От гнева твоего и негодования твоего, ибо ты вознес меня и низверг меня. И народ, и храм были прославлены содействием и волей Божией. И насколько были они возвышены, настолько пали, когда народ был отведен в плен. А храм вместе с Иерусалимом опустошен. Здесь действовал закон, и здесь совершалось подзаконное служение Богу. Бывшая тенью грядущих благ. Но все это миновало, говорит это я самом себе. Возвысив меня на зависть другим, ты вдруг не зрим у меня. Это образные выражения низверг взятые с того, когда поднимают что-нибудь вверх и потом разбивают о пол. Дни мои, как уклоняющаяся тень, и я иссох, как трава. Я на самом закате моей жизни уподобляюсь тени, склоняющиеся и уже совсем проходящие. Я засыхаю, как сено, призывая на себя руки жнецов. Ты же, Господи, вовек пребываешь, и память о тебе в род и род. Люди по своей злобе колеблются между надменностью и унижением и никогда не знают постоянства. А ты, не имея в себе ничего приходящего, непоколебим и неизменен, и обещания твои прочны. И не для настоящего только, говорит поколение, таковы они, но и для других. И, как сказано, возвестит Господу род грядущий и да напишется о всем в роды их. Память о твоих обещаниях сохранится, и ты легко можешь даровать нам облегчение в настоящих бедствиях. Поэтому я с уверенностью говорю, что ты восстановишь Сион. Это именно и значит, ты восстанешь, умилосердишься над Сионом, ибо время помиловать его, ибо пришло время. Облегче, говорит, наши бедствия, потому что настало время милости. В этом заключается намек на конец определенного на 70 лет наказания. Так и дивный Даниил, исчислив время пленения, произносит молитву, 9 глава. Теми же мыслями, какие выражал пророк Захария, сказал, Господи Вседержитель, да коли не помилуешь Иерусалим, 1.12. Этому и соответствуют слова духовной песни. Ибо время помиловать его, ибо пришло время. Я думаю, что в этих словах заключается пророчество также и о явлении людям, самого Бога, Слово, Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа, как будущей причине восстановления Сиона. Но, слыши это, не разумей городу на земле, не думай, что здесь указан земной Иерусалим, но относи это к обновлению жизни по благочестию. Время, разумеется, здесь то, о котором Господь через Исаию говорит, во время благоприятное я услышал тебя. И о том, что это время исполнилось с пришествием Спасителя, пишет Павел. Все ныне время благоприятное. Ибо рабы твои возлюбили и камни его, и о прахе его жалеют. Камни святы валяются на земле его сказанного пророка в Захаре 9.16 и Плач Еремии 4.1. Да и Петр говорит, вы же, как камни живые, созидайтесь в храм духовный. Так называет он тех, которые принимают участие в создании Церкви Божией. Тесным, единственным и взаимным согласием, единомыслям и единогласием, утверждаясь в одном разуме и одной вере, они созидают один храм в Боге. Вот к этим-то камням благоволят рабы твои, конечно, пророки. Они Духом Святым проведя будущее устроение во всей вселенной Нового Сиона, одобрили камни, имеющие быть принесенными для постройки от всех народов, приняли их с удовольствием. Что касается Персии, то можно сказать, что Персию нашего духовного Сиона оказываются люди, действительно по-земному живущие, но причисляющие себя к камням здания. Тогда, значит, пророк выражает сожаление о иудеях. Еще и до ныне считающих истинным свое земное богопочтение, и потому оправдывающих название земного праха. Они достойны сожаления и милости, говорит пророк. Поэтому он и предсказывает, что рабы Божие пожалеют их, но что благоволить они будут камням нового здания. Или же камнями считает пророк уверовавших во Христа после его воскресения, а рабами, святых апостолов, через которых спаслись, уверовавшие в Господа нашего Иисуса Христа. «И убоятся народы имени Господня, и все цари земные, славы Твоей!» Стих 16. Причиной этого будет проповедь, прошедшая из Сиона по всей вселенной. Хорошо он сказал «убоятся», потому что тогда этого страха народы не имели. Почему апостолам Господь и сказал «и шедшие научите все народы». Но боятся и цари земные, притом не какие-нибудь, но все. И праведники называются опорой царей, потому что они сами себя поставляют царями. И лучше сказать «поставлены царями над тем, что от Бога, для того чтобы царствовать над страстями и сохранить дарованный человеку царственный образ. Ибо созижнет Господь Сион и явится в славе Своей». Так как неведущие божественного домостроительства приписывали пленение иудеев и запустение Иерусалима слабости их Бога, то он с полным основанием называет восстановление Иерусалима славой Божией. В том смысле, что с восстановлением Сиона все увидят в прежней славе Бога всех. С другой стороны, когда Господь предстал среди двенадцати апостолов, тогда, конечно, явился Он в своей славе со знаками своих страданий. Потому что, говорит Фоме, просри перст твой сюда, и оси же руки мои. И так далее. То есть славой называет пророк его страдания, потому что ими он покорил вселенную. Можешь понять ты и иначе слова, созижет Господь Сион. А именно так. Бог Слова, сделавшись плотью и поселившись в нас, создал церковь, в духовном смысле называемую Сионом, явится во славе своей. Именно тогда, когда во время обитания его в нас мы увидим славу его, славу как единородного от Отца, полную благодати и истины. Призрит на молитву беспомощных и не призрит моление их. Не пренебрег их, говорит, как пленных и рабов, но принял молитву их и даровал им избавление. Смиренными называет смиренных духом, о которых Господь говорит, на кого возрю только накротка, умолчаливого, трепещущего пред словесами моими. Исайя 66.2 Это относится к апостолам. Или, может быть, молитва и моление, здесь, разумеется, те самые, о которых говорит надписание этого псалма. Молитва нищего. Или, когда он проливает пред Господом моление свое, и ради которых Господь воссоздаст Сион и исполнит все, о чем они просили. Напишет Сасям для рода последующего, и поколение грядущее восхвалит Господа. Заключенные в псалме молитва и пророчествованные обетования язычников, как бы запечатленные на столбе, даны иудеям с тем, чтобы они сохранили их для нового народа и для времени Христова. Когда созданы были народы по вере, о чем блаженный Павел говорит, кто во Христе, тот новая тварь. 2 Коринфянам 5.17 И сам божественный Давид в 21-м псалме сказал «Возвестит о Господе род грядущий, и возвестят правду его людям, родившимся, что сотворил Господь». Во Христе двое народ из язычников и отобрезание созидается в одного нового человека. Создание здесь означает перемену, но не творение, как и в словах «Сердце чистое созижье во мне, Боже». «И Господь создал меня началом путей Своих в делах Своих». Притча 8.22 Впрочем, не просто создано говорящее лицо, но как начало путей Божьих в дела его. А быть созданным в качестве начала чего-нибудь означает уже состояние, а не просто перемену. Итак, созидаемый таким образом народ восхвалит Господа, придя к познанию единого Бога. Если бы псалмопевец имел в виду творение, он не сказал бы «зиждимы, но созданное», потому что можно жить во время изменения, а во время творения жизни еще нет. Таким образом, народ, научаемый и старому, и новому, возносит подобающие песни Спасителю Богу, ибо он, приникнув святой высоты своей, с небес призрел Господь на землю. Приникнуть, наклониться с высоты, это сказано о Спасителе во время воплощения. Тогда он, пребывая вверху, явился и внизу. А такое положение свойственно именно наклоняющимся. Он наклонился для того, чтобы посмотреть на землю, то есть чтобы посетить ее, будучи бестелесным и духовным существом, и даже выше того, Господь нигде не помещается и не ограничивается местом, но силой своей распространяется на всю тварь. В мире был, и мир через него начал быть. Ему приписывается пребывание в лучших частях мира, не в смысле пространства, но в смысле присутствия его в своих делах, своей неизреченной силой, например, живущей на небесах, или Отче наш, сущий на небесах. Итак, будучи в таком смысле на небе, но промышлением присутствия и на земле, он призрел на землю, чтобы услышать сон узников разрешить сынов смерти, дабы возвещали на Сионе имя Господне и хвалу его в Иерусалиме. Здесь указывает нам причину призвания язычников. Такой причиной служит явление Спасителя, при котором он и преклонил небеса, а связанные кто как не те, на которых ненавидящий добро демон наложил узы грехов. С сынами же умерщвленных будут потомки язычников, потому что отцы их умерли своими грехами. Они были еще тогда преданы и за служение, и все связаны греховными узами. Их обращение предрекая, Исайя и говорил Богу, «И вслед тебя пойдут, связанные узами, и придут к тебе, и поклонятся к тебе, и тебе помолятся». Исайя 45, 14. Начавшись от Сиона, Евангелие распространилось по всей земле. От Сиона выйдет закон и Слово Господне из Иерусалима, и будет судить посреди народов многих. 2-3. Когда соберутся народы вместе и царство для служения Господу, изнурил он на пути силы мои и сократил дни мои, я сказал, «Боже мой, не восхить меня в половине дней моих, твои ли та в роды родов». Путем крепости его называют пришествие его на землю, когда он пришел для того, чтобы связать сильного. Пророк желал знать, не продолжится ли его жизнь до тех дней, когда должен явиться на земле вот человечившийся единородный Сын, потому что, говорит он, «в настоящее время, когда я пророчествую и предвижу то, что имеет быть, мне кажется, что мои дни продолжаются наравне с Божьими. Мне остается только самому увидеть исполнение того, что я пророчествую. Если я достигну этого, я буду считать жизнь свою совершенной. И если же мое желание не оправдается, то я подобен тем, которые безвременно покидают жизнь в средине дней своих». И мне кажется, ввиду этих именно слов пророков, Господь наш и сказал, «Многие пророки и праведники желали видеть, что вы видите, и не видели, и слышать, что вы слышали, и не слышали». В роды родов опять обращает свою речь Господу, летая во плотской. Жизнь для всех поколений является образцом совершенной в полном смысле жизни. Почему и Павел, желая указать, что нужно считать совершенным, и говорил, «Доколе достигнем все в мужа совершенного в меру полного возраста Христова» Ефесянам 4, 13. «Вначале ты основал землю, и небеса – дело твоих рук. Они погибнут, а ты пребудешь. И все они, как риза, обветшают, и как одежду ты переменишь их, и изменится». 731. Это выражение вначале может опровергнуть мнение тех, кто говорит, что земля – это начало всего, что все из нее произошло, так как раньше ее ничего не было. Между тем, вот она оказывается не началом, но основание имеет какое-то мыслимое начало. Господь Иову говорил о себе, как основателе земли, «Где ты был, когда я основывал землю?» Хотя основал землю Господь, через которого произошло все, но и об отце говорится, «Бог премудростью основал землю». Притча 3, 19. «А сказанное о Боге, повесившей землю ни на чем» Иов 26, 7. «Показывает, что она занимает место в самой средине всего, и все они, как риза, обвечают, и как одежду ты переменишь их и изменится. Все видимое состарится, и подобно одежде придет ветхость. Ты же изменишь и обновишь все и сленного сделаешь нетленным». Это и божественно апостол сказал, что и сама тварь освободится от рабства тлению, свободу славы детей Божьих» Рим. 8.21. «Но ты тот же или та твои не кончится. Итак, тварь ты изменишь как хочешь. Владыка, а сам ты имеешь природу неизменную и высшую перемену». В послании к евреям божественно апостол указал на это как на свойство сына. 1.10. «Но, конечно, через сына мы усматриваем и отца, так как он, ведь что делает, то делает точно так же и сын, и в том и другом познается одна и та же природа. Мы знаем единое действование троицы. Сыны рабов твоих будут жить, и семя их утвердится пред лицом твоим». Это означает, что освободившись от рабства, они поселятся в Иерусалиме и их семя пребудет вовек сыны рабов божьих. Нужно понимать не исключительно в плодском смысле, но и в смысле воспитания и усвоения истинного порядка жизни, потому что в этом именно смысле называются некоторые сынами пророков, то есть как будто произошли от пророков по своей пророческой способности. Семенем же их оказались те, которые получили от них пользу. Об этом же семени божественный апостол говорит Галатам 3, 19 «До времени пришествия семени, к которому относятся обетования». И 16 стих «На в раму даны были обетования и семени его, не сказано и потомкам, как бы о многих, но как бы об одном, и семени твоему, которой есть Христос». Это семя вовек пребудет, соединенное со Словом Божиим, оно имеет нескончаемое бытие и дарует жизнь верующим. По слову самого Господа, идущему и плоти, пьющему и кровь, имеет жизнь вечную. Иоанна 6, 54 «В самом Христе Господе нашим, которому слава во веки веков. Аминь».